Объёмный узор для тёплых вещей. Вот схема этого узора. Схему, как всегда, Вы сможете найти на моём сайте. Ссылочка будет под видео. Интерес в этом узоре вызывает то, что начинается он не с цепочки, а начинается прямо с пышных столбиков. Но эти пышные столбики в данном узоре тоже вяжутся не просто так, а с некоторой хитростью. Как видите, на схеме нарисованы пышные столбики, где ниточка вытягивается 4 раза. Получится очень плотный, объёмный, красивый рисунок. Но пляжей, естественно, пойдёт много. Можно попробовать в зависимости от ниток. Иногда достаточно вытянутый и 3 раза. Но при наборе... Вот я сейчас начинаю набирать пышный столбик. Провязываю одну воздушную петлю и сразу из неё вытягиваю вот петельку. То есть пышные столбики, вот эти вот нижние, они у нас будут как бы вот с такой половинкой. То есть вот эта вот вытянутая петелька, она будет как бы половинка вот от накида и вытягивания ниточки. Поэтому я вытяну ниточку здесь 2 раза. А показывать вам буду на пышных столбиках, где я буду вытягивать ниточку 3 раза. А вот теперь хитрость вязания пышных столбиков в этом узоре. Нам нужно заметить вот этот вот отрезок ниточки. Можно придержав пальцем. Провязали все набранные петельки. А теперь вводим крючок вот под этот отрезок. Вытягиваем ещё петельку и провязываем 2 вместе. То есть это вот такой вот получается сложный закреп. Для чего он нужен? Иначе все пышные столбики разбегутся. Также сразу вытягиваем ниточку. И вот теперь из этого закрепа будем вытягивать ниточку. Здесь также 2 раза вытяну. Замечая вот эту вот. Ниточку под неё вытягиваю петельку, закрепляю. Вытягиваю сразу петлю на высоту пышного столбика. Вхожу в этот закреп и вытягиваю ниточку ещё 2 раза. Также замечаю. Вытягиваю петельку, провязываю. Сколько нужно набрать вот этих пышных столбиков? Нужно набрать вот сколько вы хотите связать по ширине. Плюс 1. Вот допустим у меня будет 3 внизу столбика. Сейчас свяжем ещё один. Этот столбик уже будет у нас вертикальным. Этот столбик уже пойдёт вот сюда. А теперь начинаем вязать пышные столбики с общей вершиной. То есть сейчас мы вяжем столбик, который будет вот здесь горизонтально. Также вытягиваем ниточку. Входим в этот закреп. Достаю ниточку 2 раза. Но этот столбик мы не довязываем. Теперь набираем пышный столбик вот из этой точки. То есть отступив 1 пышный. Здесь уже я буду вытягивать ниточку 3 раза. 1, 2 и 3. Поскольку половинки у меня вот этой вот нет. Второй столбик провязала. Третий столбик мы вяжем вот из следующего закрепа между пышными столбиками. Также вытяну ниточку 3 раза. 1, 2, 3. А вот теперь самое хитрое. Нам нужно провязать все эти столбики вместе, но также ниточку вот эту зафиксировать. Это не очень удобно, но вот у меня получилось. И вот эту вот последнюю ниточку под нее и закрепляем. Вот у нас получились такие пышные столбики, 3 пышных столбика с общей вершиной. Также вяжем следующий такой же элемент. Сначала вытягиваем ниточку на нужную нам высоту. Вяжем столбик как бы из двух с половиной. Следующий столбик мы вяжем вот из того же закрепа, откуда вот последний провязали в предыдущем раппорте. И из следующего закрепа, следующий. Также провязываем их все вместе и закрепляем таким же вот способом. Вот у нас уже два раппорта. Давайте свяжу еще один и повернем. Вытягиваем ниточку на нужную нам высоту. Делаем петельку нужной высоты. Провязываем. В горизонтальных вот мы вытягиваем два раза ниточку. Дальше из того же места, куда вязали последний пышный столбик предыдущего раппорта, тут уже три раза. И, наконец, вот здесь у меня из начальной воздушной петли будет пышный столбик. Так же провязываем это все вместе. Под ниточку, в которой мы, оп, и закреп. Вот у нас получился один ряд. Следующий ряд мы начинаем вот с вертикального пышного столбика, который провязываем. Так же, как и начальный, вот, из двух с половиной. Получится, два раза вытягиваю здесь ниточку. Здесь два раза вытягиваю ниточку. Так же закрепляю этот столбик. Опять вытягиваю петельку. И уже из этого закреп. Единственное, что обычно, вот я поворачиваю по часовой стрелке, а здесь лучше повернуть против часовой. Это у нас будет горизонтальный столбик. Теперь у нас столбик идет вот из этой, из крайней точки. И из следующей точки. Самое хитрое, конечно, в этом узоре, это вот закреплять вот эти вот столбики пышные с общей вершиной. Не очень это удобно, но дело привычки. И вот так вот продолжаем вязать. То есть, фактически тут один ряд получается в вертикальном раппорте. Давайте покажу вам образец побольше. Вот такой вот образец у меня получился. Как видите, он такой пышненький. Здесь я основные столбики у меня четыре раза вытягивала ниточку. А в горизонтальных и в крайних три раза. Вот он получился вот такой вот очень плотненький, пышненький узорчик. Идеальный узор, конечно, для шапочек, каких-то теплых шарфиков, воротничков таких вот теплых. То есть, ну вот есть такая, такие модели шарфик-воротник, когда короткий шарфик застегивается на пуговке. Тоже вот очень хороший узорчик для этого. Можно использовать для пледов, но, конечно, это будет очень большой расход тряжи. Сидушечки на подушечке, в общем-то, все что угодно. Все зависит от вашей фантазии. Очень объемный такой вот узор. Вот. Очень такой мягкий, нежный, пышный. Используйте по вашему усмотрению. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных, неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек. Продолжение следует...